Дура или капитан в отставке. Сценка из несуществующего Вадевиля. Свадебный сезон. Отставной капитан Соусов сидит на клиенчатом диване, поджав под себя одну ногу и держась обеими руками за другую, говорит и покачивается. Сваха Лукинишна, расплывшаяся старуха с глупым, но добродушным лицом, помещается в стороне на табурете. На лице выражение ужаса, смешанного с удивлением, в профиль, похоже на улитку, в анфас на черного таракана, говорит с подобострастием и после каждого слова и кает. Капитан. Впрочем, ежели взглянуть на это с точки зрения, то Иван Николаевич поступил весьма существенно. Он хорошо сделал, что женился. Будь ты хоть профессор, хоть гений, а ежели ты не женат, то ты и гроша медного не стоишь. Ни ценза в тебе, ни общественного мнения. Кто не женат, тот не может иметь в обществе настоящий вес. Возьмем хоть меня для примера. Я человек образованного класса, домовладелец при деньгах. Чин тоже вот, и орден. А что с меня толку? Кто я, ежели взглянуть на меня с точки зрения? Бобыль. Синоним какой-то. И больше ничего. Капитан задумывается. Все женаты. У всех есть деточки. Один только я. Как в этом романсе. Поет тенором печальный романс. Так вот и в моей жизни. Хоть бы какую-нибудь завалящую невесту. Лукинишна, зачем завалящую? За тебя, батюшка, и не завалящая пойдет. При твоем благородстве, и, можно сказать, при твоих таких качествах, за тебя любая пойдет. И с деньгами, капитан, с деньгами мне не нужно. Я не позволю себе сделать такой подлости, чтобы жениться на деньгах. Я сам имею деньги. И желаю, чтобы не я ел хлеб, женин, а чтобы она мой. Ежели бедную возьмешь, то она будет чувствовать, понимать. Во мне нет настолько эгоизма, чтобы я из-за интереса... Лукинишна, оно действительно батюшка. Иная бедная по красивей богачке будет. Капитан, и красоты мне тоже не надо. Чему она? С лица воды не пить. Красота должна быть не в естестве, а в душе. Мне нужны доброта, кротость и невидность. Этакая... Я желаю, чтобы жена меня уважала. Почитала. Лукинишна. Хм... Да как же ей тебя не почитать, ежели ты для нее законный есть супруг? Образования в ней нет, что ли? Капитан, постой, не перебивай. И образованное мне тоже не нужно. Без образования нынче нельзя, это конечно. Но образование разное бывает. Приятно, ежели жена по-французски, по-немецки, на разные голоса там. Очень приятно. Но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговки, положим, пришить? Я образованного класса. Принят везде. С князем Конетелиным могу сказать все одно, как вот с тобой теперь. Но я имею простой характер. Мне нужна простая девушка. Ума мне не нужна. Ума в мужчине имеет вес, а женское существо может и без ума обойтись. Лукинишна. Это верно, батюшка. Про умных нынче и в газетах написано, что они негодятся. Капитан. Дура и любить тебя будет и почитать, и чувствовать, какого я звания человек. Страх в ней будет. А умная будет хлеб твой кушать, но чувствовать она не будет чей-то хлеб. Дуру мне и ищи. Так и знай. Дуру. Есть у тебя дура на примете? Лукинишна. Так разные есть на примете? Задумывается. Какую ж тебе-то? Дур-то много. Да все умные дуры. Укаженные дуры свой ум. Тебе совсем дуру? Думает. Есть у меня одна дурочка, да не знаю, понравится ли. Купеческого, а название и тысяч пять придану. Собой не то, чтобы не красиво, а так, не то, не сё. Худенькая, тонюсенькая. Ласковая, деликатная. Доброты и страсть сколько. Последнее отдаст, ежели кто попросит. Ну и кроткая. Мать её заволосья, а она хоть бы тебе пискнула, не словечко. И страх в ней от родителей вложен, и в церковь её вводят, и в хозяйстве ежели чё. Но это самое, водит пальцем около лба, не осуди ты меня, грешницу, за мои осуждения, а истинное моё тебе слово, как перед Богом, не в себе она. Дура. Молчит, молчит, как убитая. Молчит. Сидит, молчит, да вдруг ни с того ни с сего прыг, словно ты её кипятком ошпарил. Скотит со стула, как угорелая, и давай молоть. Мелет, мелет, без конца краю. И родители у неё дураки тогда выходят. И пища ей не такая, и слова не такие говорят. И жить будто ей не с кем, и жизнь-то её будто заели. Понять, говорит, вы меня не можете. Ну, дура, девка. Сватался за неё купец кашалотов. Отказала ведь. Засмеялась ему в лицо и только. Богатый купец, красивый, элегантный, словно молоденький офицерик. А то, бывает, возьмёт, какую-нибудь наесть дурацкую книжку, пойдёт в чуланы и давай читать. Капитан. Ну, не, эта дура не подходит мне под категорию. Другую поищи. Встаёт и глядит на часы. А пока бонжур. Мне идти пора. Пойду по своей холостой части. Лукинишна. Иди, батюшка. С катертью тебе дорожка. Встаёт. В субботу вечером зайду касательно невесты. Идёт к двери. Ну, а пока не ушёл-то от того. По холостой части тебе не требуется?